Посмотрите, в самом начале, когда Господь сотворил землю и небо, и все, что на земле, Он лично общался с Адамом и Евой в Едемском саду. После этого, мы читаем в Библии, Бог говорит Каину, предупреждает его, потом Он говорит опять с ним после убийства брата, потом Он говорит через почти полторы тысячи лет, или даже чуть больше, Он говорит с Ноем, повелевает ему строить ковчег для спасения от лод потопа, и после потопа Он обращается к нему и говорит, плодитесь, размножайте, дает повеление. Следующим человеком, с которым напрямую говорил Бог, это Авраам. Он выводит его из Ура Халдейского, приводит в обетованную землю, обещает ему землю, заключает с ним завет, мы слышали здесь, раньше чуть-чуть, это, он называется завет Авраамов, потом Он говорит Исааку, с Исааком Он ему повторяет те обещания, которые Он дал отцу его Аврааму, потом Он является Иакову во сне, и Ему дает тоже великие обетования. После опять долгого-долгого молчания, Он обращается к Моисею из средины горящего тернового куста. И вот там мы встречаемся, когда мы изучаем историю выхода Израиля из Египта, вот там в этой истории мы встречаемся с первым написанным Словом Божиим. Это действительно каменные скрижали с десятью заповедями. Исход, 31 глава, 18 стих. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал Ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Это, кстати, единственное Божье Слово, записанное самим Господом. Мы знаем эту историю, что когда Моисей спускался с этими скрижалями, разочарованный, растревоженный тем, что там тельца увидел, он бросил эти скрижали, разбил, потом Господь его опять зовет на гору, и вновь уже Моисей сделал скрижали, но записал их Господь. После этого Господь повелевает людям писать слова, которые Он им говорит. И в результате мы имеем сегодня Божье Слово, 66 книг Святой Библии. И в этом видна Божья удивительная забота о нас. Он не оставил людей без своего попечения, без своей заботы. Он говорит. С тех пор Он говорит в Своем Слове. И я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на важность и полезность, и необходимость вот этого слова. Мы счастливы тем, что мы имеем Его свободно. Я думаю, старшие люди помнят те времена, когда, допустим, там, где... Там, где мы жили, Библию было очень трудно достать. Было время, когда их не было. И у нас в доме, я помню, в юношестве, у нас была одна Библия на весь дом, на всю семью. А я уже проповедовал тогда. И когда я в 19 лет получил свою Библию, я, наверное, ходил по воздуху. Тогда как раз было одно мероприятие, одно общение большое, и братья Чехи привезли 10 маленьких кармальных Библий. И одна из них, не знаю почему, досталась мне. Это была такая ценность. Это было для меня, ну, таким приобретением, наверное, приобретением всей жизни. Мы открываем Библию, и она говорит нам все, что Господь хочет сказать. Мы знаем, мы узнаем в Библии о Его Боге, о Его атрибутах, как мы слушали сегодня уже. О том, что Бог хочет видеть в Своих людях. И она говорит нам об этом всем. Она говорит о Его любви к Своему творению. Она повествует нам о Божьем желании вернуть утраченные взаимоотношения. И что для этого нужно сделать. И что Он для этого сделал в лице Своего Сына Иисуса Христа. Посредством Библии Господь говорит с человеком. И вот основное место, которое мы будем сегодня читать, о котором рассуждать, оно записано во втором послании к Тимофею. Это 3 глава, 16 и 17 стих. Друзья, мы будем читать сегодня много мест из Библии. Много они в основном все знакомые места. Просто, как когда-то Петр говорил, я хочу, чтобы мы... как оживили свой здравый смысл, да, напоминанием возбуждаю здравый смысл. И вот давайте мы прочитаем это место. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. В этом месте Священного Писания Дух Святой открывает нам одну из основных целей жизни человека здесь на земле, которую преследовал Бог, давая нам свое слово. Давайте вместе посмотрим внимательно в эти стихи. Все Писание богодухновенно и полезно. Господь наделил авторов Библии особой мудростью. Они записывали те слова, которые вкладывал он им в сердце. И многие из этих слов еще не исполнились. Мы знаем, пророки писали пророчества. Они просто писали то, что Бог им говорил. И эти пророчества исполнились потом, через много лет. Достаточно вспомнить только одно место, 53 глава Исаии. Кстати, очень долго многие люди, критики Библии, они считали, что эта глава не принадлежит Исаии, что она была вкраплена туда значительно позже, после страданий Христа. Такое мнение существовало у большого количества, так сказать, библейских ученых до тех пор, пока в 1947 году не были найдены кумранские рукописи. И там, среди этих рукописей, был полный комплект книги пророка Исаии. И там была 53 глава. Сомнения исчезли. Петр говорит, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи люди, будучи движимые Духом Святым. Все Писание. Читая эти слова, видим ли мы здесь цель? В чем она? Научение, обличение, исправление, наставление в праведности. Можно ли назвать это целью? Думаю, что это пути, которыми человек идет к цели. И о цели мы читаем в 17 стихе. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вот цель. Только исполняя Писание, мы станем такие. Люди совершенные и приготовленные для добрых дел. Доктор Муди однажды сказал, Библия дана нам не для информации, а для трансформации. Для того, чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа. Слово «совершен» в русском языке, в русском переводе, оно немножко не до конца понятно. А здесь оригинальное значение, вот в английской Библии оно намного переведено. Complete. То есть укомплектованный. То есть приготовленный, снаряженный для того, чтобы делать добрые дела. Одной из целей прихода Христа на землю было показать именно, как нам нужно жить. Он показал это своей жизнью. Как нам нужно жить, чтобы быть Его последователями. В первом послании Петра Петр говорит во 2 главе 21 стихе, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Апостол Павел, в свою очередь, в послании к филиппийцам, во 2 главе 5 стих, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вот это цель. Приготовленный – это значит полностью снаряженный, снабженный всем необходимым инструментом и снаряжением, и находящийся в определенной подготовленной форме. Пример можно взять альпиниста. Он может быть очень здоровым, очень крепким человеком, но если нет у него специального снаряжения, он не влезет в гору. И с другой стороны, если дать ему все наряжение, дайте мне все снаряжение и скажите вперед, я туда не залезу. То есть должно быть вот этот комплект, физическая подготовка и необходимое снаряжение. Мы читаем о том, что все Писание Бога духовновенно. Сам Господь, Творец и Неба, и Земли, Его Автор и Вдохновитель. Он вкладывал свое Слово в сердца тех, кто Его записывал точно так, как этого требовал Господь. Он Сам и следит за тем, чтобы Его Слово, точно записанное, также точно исполнялось. Об этом Господь говорит через пророка Исаию. Посмотрите, 55 глава. Так и Слово, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я его послал. Псалом 32, 6 стиха по 9, это уже Давид. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Он собрал будто груды морские волны, положил бездны в хранилище, да боится Господа вся земля, да трепещут перед ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Это не только Ветхий Завет. Новый Завет, 1 глава 1 послания Петра. Послушанием истине через Духа, очистив сердца, души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая человеческая слава, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это то Слово, которое вам проповедано. Богодухновенность Писания подтверждает уже тот факт, что мы сегодня можем его держать в своих руках. Посмотрите, Писание было полностью оформлено в первом веке нашей эры. За последние две тысячи лет сколько это Писание претерпело нападок, уничтожений, сколько раз сжигали, сколько раз сжигали тех, которые переводили Писание на другие языки, на языки своих народов. И оно все выдержало, и оно живет, и оно сегодня утверждает души, и оно сегодня помогает нам жить так, как нужно и прославлять нашего Господа. Я вспоминаю время, вот то, когда трудно его было достать. Очень хотели мы. Я вспоминаю одно стихотворение с одней своей юности. Вот книга заветов божьих, но где ее взять в России? Где добрые те книгоноши, что Библию в сумках носили? Греха суховеи дуют, без Библии души вянут. Я просьбу помню такую. Дайте мне в Библию глянуть. Студентка из храма науки. Такая возможность впервые. Я дал. Она вытерла руки, открыла страницы святые, стремилась душа ее к свету сквозь дебри греховных понятий, и книгу, увидев эту, сказала «Какой вы богатый!» Да, Библия много значит. Чтоб души в грехах не гибли, чтоб стали духовно богаче, дайте им больше Библии. Друзья, сегодня у нас есть много Библии. Становимся ли мы все духовно богаче? Сегодня очень многие люди, читая Библию, что-то в ней верят, а что-то нет. Это очень печально, когда мы не верим Библии, а пропускаем записанное в ней через свое восприятие. Мне приходилось разговаривать с такими людьми, которые говорят, «Ну я не могу понять многих вещей, которые там написаны». Все это потому, что человеческая природа испорчена, и понятия неверны. Человек не способен понять и объяснить многие Божьи принципы, опираясь на свою человеческую природу. Вот только некоторые из них. Как сочетать Божью любовь к грешнику и его ненависть ко греху? Как побеждать зло добром? Как подставить правую щеку, когда бьют по левой? Как прощать, если не просят прощения и не думают даже об этом? Как любить не за что-то? Ну мы же всегда любим за что-то. Как любить не за что-то, а вот так, как Христос нас возлюбил? Только потому, что это человек, потому что это творение Божие. Особенно, когда он очень нехорошо ко мне относится. Все эти и очень много других вопросов, они просто неразрешимы без того, когда мы подчиняемся Божьему Слову и говорим о Нем, и живем по Нему, потому что оно так говорит. Все Писание благодухновенно и полезно. И оно полезно не только для вас, для меня. Если вернее сказать, оно полезно и для нас, как оно было полезно для филиппийцев, для колосян, для галат, для римлян. Оно в такой же силе сегодня, и оно также полезно для нас. Писание полезно, потому что дает нам знание о Боге. Вникая в Писание, я вижу, каков я есть и каким хочет видеть меня Господь. В Писании содержится подробнейшая инструкция для жизни, для построения приоритетов и целей, для построения отношений с людьми. Наше отношение к Писанию, по сути, оно показывает уровень нашего христианства, не так ли? Я вспоминаю пример одного миссионера, когда он исповедовался, что ли, когда он в какой-то момент проповедовал туземцам, и в какой-то момент он где-то там чуть-чуть неправильно поступил. И этот туземец, в отношении которого он неправильно поступил, с горечью бросил ему, ты не такой хороший, как твоя книга. Ему пришлось каяться. Писание полезно, потому что дает нам знание о Боге. Вникая в Писание, я вижу все это. Писание полезно, потому что на нем, как на фундаменте, строится церковь. И пока церковь стоит на Писании, ей не страшны никакие лжеучения и ереси. Главное, основание Церкви Божией, ее щит и меч, это Писание, Божье Слово. Если мы вспомним, то, что апостол Павел пишет в 6 главе послания к Ефесянам, он отмечает там одно оружие нападения. Все остальные оружие защиты. И только одно, меч духовный, который есть Слово Божие. Это единственное твердое основание, которое позволило церкви выстоять на протяжении этих двух тысяч лет среди всех испытаний, бед, гонений, притеснений, смерти. Я сегодня только прочитал о том, что в Кении с Нового года убито около 60 тысяч верующих людей. Но это не останавливает от того, чтобы церковь росла. Для нас это чуждо сейчас, мы живем в свободе. Я помню времена, когда много братьев сидели в тюрьме. Но церковь Божия жила, живет и будет жить до момента пришествия нашего Господа. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в 14 главе 23-24 стих «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает Слово Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». По сути, получается, что наше отношение к Писанию показывает наше отношение к Его Автору. Понимаете? Писание полезно для научения. Слово Божие открывает нам истину. В Писании Бог освящает такие вопросы, как грех, наказание за грех, и как этого наказания избежать. Он рассказывает нам, Святое Слово рассказывает нам о покаянии, об обращении Богу, о возрождении. Вникая в Писание, я вижу себя так, как я есть, таким, каким видит Меня Бог, в самом деле, как я есть. И Писание дает нам прекрасный пример жизни. Это жизни Иисуса Христа. И оно, как рентген, высвечивает всю мою внутреннюю сущность. Посмотрите послание к евреям, 4 глава, 12-13 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человека, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Писание полезно. Писание полезно для обличения. Когда я вникаю в Него и серьезно воспринимаю, оно начинает меня обличать. Писание открывает мое состояние пред Богом, показывает те сферы в моей жизни, в которых я не соответствую Божьим требованиям. Ценность Писания в том, что в нем Бог не только бросает в меня обвинения, но обязательно показывает выход из сложившейся ситуации. Яркий пример этому послание семи церквям в книге Откровения. Помните? И даже тому, кому Он говорит «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв», Он дает выход. И даже тому, который говорит «Ты говоришь, я разбогател, ни в чем не имею нужды, а ты не знаешь, что ты беден и нищ», и тоже дает выход, потому что Господь не хочет гибели человека. Но многократные нарушения Божьих требований и упорство в них, они приводят к Божьему наказанию, к трагическим последствиям. Я думаю, что книга Даниила дает нам яркий этому пример. Помните пир Валтасара? И вот там слова, которые Божья рука пишет на стене. «Мене, мене, текал упорсин». Ты взвешен на весах и найден очень легким. Трагедия Валтасара в том, что это не предупреждение, это уже приговор. Предупреждения, я думаю, были раньше. Я думаю, что никто из нас, сидящих в зале, не захотел бы оказаться в этом положении. Друзья, дорогие, ну тут возникает вопрос. Когда я читаю Писание, когда вы читаете Писание, обличает ли оно реально? Показывает ли оно нам? Я думаю, что показывает. Наверное, вопрос даже не в том, показывает ли оно, а вопрос в том, насколько, как мы на это реагируем. Бегу ли я в молитве покаяния к Богу, так, как бежал Давид, как мы сегодня слышали уже. К сожалению, все большее распространение сегодня получает проповедь Евангелия без обличения. Вы знаете, я так рад, что в нашей церкви проповедуется все Писание, все Евангелие. Мы как-то были в одной из больших церквей, и нам там подарили календари на следующий год. И там налога этой церкви написано Proclaiming Positive Gospel. Провозглашение позитивного Евангелия. Пастор этой церкви говорит, а я о грехе не проповедую. Зачем? Люди об этом и так знают. Люди целую неделю вкалывали для того, чтобы прийти сюда в церковь и слышать еще мои обличения и в грехе. Мы говорим о Божьей любви, о ней очень много написано. А пусть люди читают Библию, пусть она сама их обличает. Я очень рад, что у нас не такая ситуация, вы знаете. Потому что такая проповедь не является и не может быть евангельской. Это не все писание. Об этом еще в начале существования церкви Павел писал Тимофею в 4 главе, буквально чуть ниже тех мест, которые мы прочитали. «Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе служителей, которые вестили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое». Писание очень полезно для исправления. В этом особая его ценность. Обличая нас, Божье Слово указывает нам путь к исправлению нашего состояния перед Богом. В Библии мы читаем очень много примеров праведной жизни и неправедной жизни. И Божьей оценки этих поступков и действий. И каждый раз Господь предлагает человеку сделать правильный выбор. Выбор – это право, которое Господь дал нам людям. В книге «Второзаконие» Моисей обращается к новому поколению израильтян, которые выросли в пустыне. Он вновь излагает Божий закон и заповеди, данные Израилю Богом, который вывел их из египетского рабства. И вот они уже очень скоро войдут в обитованную землю. Моисей, уже почтенный старец, перед самым тем моментом, когда он выйдет на гору Нева, увидит страну и умрет там, вот он говорит им такие слова «Последнее напутствие». 30 глава «Второзаконие» с 15 стиха. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления, и законы Его, и будешь ты жить и размножаться, и благословит тебя Господь твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, если же отвратится сердце твое и не будешь слушать и заблудишь и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле, для овладения которого ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилиплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Авраму, Исааку, Иакову дать им. Смотрите, здесь Господь дает право человеку выбирать. Человек делает выбор и отвечает за последствия. Кто-то очень метко отметил, что мы свободны в нашем выборе, но мы не свободны от последствий нашего выбора. Закон сеяния и жатвы еще никому не удавалось отменять. Писание полезно для наставления в праведности. В Священном Писании Господь наставляет нас в праведности. Это мы видим и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Господь в Писании дает нам примеры жизни благочестивых людей и нечестивых людей. Мы с вами читаем о жизни таких библейских персонажей, как Авраам, Иов, Ной, Иосиф, Данил с друзьями и много других. В то же время мы видим нечестивую жизнь, допустим, сыновей Илья, Офни и Финиеса. И также, например, многих израильских иудейских царей, о которых мы слышали в прошлый вторник. Помните, целый список там их был. Все они многократно слышали обличение от Господа через Его пророков, но они не внимали и не слышали, и мы видим их конец. В результате Божье наказание постигло их. Особый пример наставления в праведности это жизни и служение Иисуса Христа. Господь являет нам яркий пример, чтобы мы шли по Его следам. В самом начале служения Иисуса Навина Господь говорит Ему такие слова «Будь твердь» это 1 глава 7-8 стих «И очень мужествен и тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит себя книга от закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен во всех делах твоих и будешь поступать благоразумно». только в исполнение только в исполнении всего Писания благоразумия и успех. Оно наставляет нас в праведности. Давайте подумаем вместе. Человек, который читает Библию и не исполняет какие-то ее положения. Можно ли такого человека назвать истинным христианином? Когда-то Иисус с горечью бросил людям, которые считали себя правильными, очень хорошими, верными слугами Божьими. Иоанна 5 глава 37 стиха. «Пославший Меня Отец сам засвидетельствовал о Мне, а вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, кого Он послал. Исследуете Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь? Прийти к Иисусу значит исполнять все то, чему Он учит. Сегодня большая проблема очень многих христиан в том, что они слишком легкомысленно относятся к Божьему Слову. Изучение Писания, исполнение Писания – это главная суть нашей жизни как детей Божьих. Томас Брукс, пуританский проповедник однажды сказал «Божье правление Церковью проявляется в авторитетном провозглашении Его Слова и добровольно подчинении Ему всех членов Церкви». Когда мы говорим о полезности Божьего Слова и необходимости Его изучения, я хочу обратить наше внимание еще на один аспект важности Его для всех живущих на земле. Псалмопевец Давид в 32-м Псалме говорит «Радуйтесь праведные о Господе правим прилично словословить славьте Господа на гуслях пойте Ему на десятиструнной псалтыре пойте Ему новую песнь пойте Ему стройно с восклицанием ибо Слово Господне право и все дела Его верны Он любит правду и суд милости Господней полна земля Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинство Он собрал будто груды морские волны положил бездны в хранилищах да боится Господа вся земля да трепещут перед Ним все живущие во вселенной ибо Он сказал и сделалось Он повелел и явилось Господь Словом Своим сотворил вселенную и сотворил землю Словом Своим Он управляет всеми процессами жизни и истории как мы видим это в 9 стихе Он давал свое слово пророкам Слово Божье и послушание людей Ему меняло историю Слово Аврааму Моисею Давиду Захарии Марии Матери Иисуса Сам Сын Божий когда мы читаем начало Евангелия Иоанна стал воплощенным Словом Бога посмотрите в начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог оно было в начале у Бога все через Без Него начало быть и без Него ничто не начало быть что начало быть немножко вроде такой старорусский перелив но Он основа всего Он начало всего и 14 стих этой первой главы говорит и Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины и мы видели славу Его славу как единородного от Отца через всю Библию Святой Дух проводит много мыслей и доказательств важности Божьего Слова важности изучения Его пребывания в Нем преклонения перед Словом и неукоснительного Его исполнения сам Господь придает огромное значение Своим словам 66 глава Исаии 1-2 стих так говорит Господь небо престол мой а земля под ножей ног моих где же построите вы для меня дом для меня и где место покоя моего ибо все это соделала рука моя и все сие было говорит Господь а вот на кого я презрю на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего перед словом моим Слово Божие оберегает от греха 118 Псалом 11 стих в сердце моем сокрыл я слово твое чтобы не грешить пред тобою чуть дальше он говорит что Слово Божие освещает путь Слово Твое 105 стих светильник ноге моей свет стезе моей Слово Божие его исполнение дает удивительный мир в сердце 165 велик мир улюбящих закон твой и нет им преткновения огромное значение исполнению Божьего Слова предавал Иисус и после него апостолы Иисус говорит в 12 главе Евангелия Теана отвергающий меня не принимающий слов моих имеет судью себе слово которое я говорил оно будет судить его в последний день апостол Петр 1 глава 19 стих и притом мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших на протяжении всей истории христианства миллионы людей в божьем слове находили источники ободрения поддержки утешение в трудные минуты и помощи на пути к святости нам хорошо известен первый псалом мы его знаем с детства наизусть он говорит что Давид говорит что человек который размышляет о слове господа и повинуется ему будет как зеленое дерево посаженное в воды Петр в своем первом послании во второй главе говорит о нашем отношении к этому слову и так отложив всякую злобу всякое коварство лицемерие зависть и всякое злословие как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасте вам во спасение ему вторит Иаков первая глава 21-22 стих посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости примите насаждаемое слово могущее спасти ваши души будьте же исполнители слова а не слышатели только обманывающие самих себя к сожалению можно видеть людей которые из недели в неделю ходят в собрания слушают проповеди какие-то одобряют какие-то критикуют но жизнь не меняется и это очень грустно почему так происходит почему самый мощный божий инструмент его слово не действует как это должно в жизни людей именующих себя его детьми когда-то очень давно в самом начале истории человек послушался чужого голоса который посеял в его сердце сомнения в абсолютном авторитете могуществе и святости божией после этого человек стал строить свою шкалу ценностей и стал ей следовать и в этой шкале ценностей самым главным элементом я эго результат самомнения гордость самоутверждение себелюбия эти грехи построили стену между Богом и человеком и для того чтобы получить способность слышать теперь голос Божий Господь работает с тех самых пор над тем чтобы возобновить утраченные отношения и главным инструментом в этом для нас является Слово Божие но для того чтобы получить способность слышать его голос помните Иисус говорил если кто хочет идти за мной отвергни себя это Матфея 16 глава 24 стих возьми крест твой и следуй за мною Яков говорит нам что Слово Божие надо принимать скротостью без этого оно просто работать не будет очень многие люди к сожалению пропускают его через свое восприятие человеческое восприятие и ничего не получается Господь через Исаию сказал Я презрю на того кто смирен сердцем и на того кто трепещет перед моим словом вот несколько принципов Колоссянам 2 глава 6-7 стих посему как вы приняли Христа Иисуса Господа так и ходите в нем будучи укоренены утверждены в нем и укреплены в вере как вы научены преуспевая с ней в благодарение посмотрите многие люди принимают Иисуса Христа как Спасителя как Спасителя мира как Сына Божия как своего личного Спасителя но на этом останавливается а вот здесь мы читаем принятие Иисуса Христа как Господа то есть сделать его Господином моей жизни полностью подчинить ему все сферы моей жизни это необходимо преклоняясь перед своим Господином я неизменно преклоняюсь перед его словом и учением и прилагаю все старания чтобы в точности его исполнить Иисус сказал если любите меня соблюдите мои заповеди невозможно говорить что я во Христе когда мы не соблюдаем его заповеди невозможно пребывать в Божьей любви не исполняя его Слово нет никакой пользы от огромного количества услышанных прекрасных проповедей если они реально не работает Слово Божие в моем сердце первая глава Якова кто вникнет в закон совершенный закон свободы и пребудет в нем тот будучи не слушателем забывчивым но исполнителем дела блажен будет в своем действовании автор посланий к евреям в свою очередь четвертая глава первый второй стих посему будем опасаться что когда еще остается обетование войти в покой его не оказался кто из вас опоздавшим ибо и нам возвещено оно как и тем но не принесло им пользы словослышанные нерастворенные верою слышавших наоборот как отметил Иисус Евангелие от Иоанна услышанное и неисполненное слово будет судьей когда мы предстанем перед Господом слово мое которое я говорил ему оно будет судить его в последний день итак друзья когда мы слышим Божье слово когда мы приходим в собрание от нас зависит как мы на него реагируем что оно производит в нашей жизни и производит ли оно что-то две группы людей вот там где слово будет или оправдывать или осуждать две группы людей третий нет какой группой отношусь я к какой группе относишься ты если так глубоко глубоко заглянуть в себя друзья каково наше отношение к Божьему слову нужно иметь тот факт что Яков говоря о забывчивых слышателях обманывающих самих себя имеет ввиду верующих людей потому что послание адресовано верующим людям это трагедия самообмана не дай Бог кому-нибудь из нас такую участь которую ждет подобных людей ведь это для них прозвучат слова Иисуса записанные в Евангелии от Матфея я никогда не знал вас отойдите от меня делающие беззаконие и так что же делать во-первых каждому из нас нужно принять Христа Иисуса Господом своей жизни отдать ему все бразды правления каждому из нас необходимо преклониться перед его словом сделать его слово высшим авторитетом и руководством своей жизни необходимо прилагать все усилия к тому чтобы исполнять это слово в точности правильно реагировать на наставления и обличения научаться у него праведности это друзья единственный путь который приведет нас в блаженную вечность и последнее смотря на нашу жизнь очень многие люди хотят видеть в нас христианство я вспоминаю такой пример когда один миссионер очень много долго проповедовал в одном у туземцев где-то в каком-то племени и потом как-то он стал разговаривать с этим с шефом этого племени и тот говорит знаешь хорошая книга которую ты нам читаешь очень хорошие советы которые нам даешь если бы я когда-нибудь увидел людей которые действительно так поступают я бы наверное тоже сказал бы своим что мы можем верить такому богу и принимать такую библию как а я ты а ты а ты разве такой как здесь ну конечно я же вам проповедую ну извини я не думал так почему ну как ну говорит ты говоришь нам о том что нужно любить нужно оберегать я слышал когда ты кричал на жену за то что она тебе там где-то что-то не так приготовила я слышал когда ты ругался с теми которые тебе вовремя зарплату не принесли где-то кто-то тебе нашкодил там из пацанов наших ты ты кричал на них извини я не знал что ты тоже ну такой этот миссионер говорит мне пришлось плакать и просить у этого человека прощения друзья дорогие мне приходилось встречать людей я думаю вам тоже которые не хотят ничего иметь с христианством потому что они видели христиан которые оказали для них очень оказались для них очень плохим примером избави нас от этого Господь и так все писание боговедухновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления праведности да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен аминь давайте помолимся наш небесный отец мы стоим перед тобой в это вечернее время мы тебя сердечно благодарим за то что ты творец неба и земли создавший людей несмотря на то что они впали в грех и ушли от тебя стали глухи к твоему голосу ты оставил для нас твое слово которое предназначено для того чтобы вернуть прерванные отношения с тобой мы тебя сердечно благодарим за то что каждого из нас ты нашел в этом мире когда мы тебя не искали ты привлек нас к себе оказал нам твою огромную любовь открыл наши сердца для принятия тебя я прошу тебя чтобы ты благословил мое сердце и сердце каждого из моих братьев и сестер помоги нам Господь действительно соответствовать тому званию в которое мы призваны помоги нам Господь действительно жить так как хочешь ты чтобы твое слово стало главным критерием нашей жизни наших поступков наших слов наших отношений с людьми Господи благослови нас что мы были твоими добрыми свидетелями среди людей окружающих нас будь с нами благослови наших друзей которых нет сегодня с нами благослови тех наших друзей которые на отдыхе и на этой неделе будут возвращаться домой благослови тех которые в болезни в переживаниях каких-то сильных Господи ты только врач и целитель ты управляешь жизнью каждого человека благослови нас и помоги нам во всех обстоятельствах нашей жизни быть верной тебе верными тебе и чтобы в этом твое имя было возвеличено и прославлено наш Бог Отец Сын и Святой Дух Аминь С миром Божьим ПОТУЖИ com Р um сирен